МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Чрезвычайная ситуация в эфире телерадиокомпании Гомель. Мы проанализировали оперативную сводку по правоохранительным и спасательным подразделениям страны. Вывод плачевный. Конец июня обозначился всплеском гибели несовершеннолетних на воде. Начало июля принесло множество детских смертей при падении с высоты. Практически во всех случаях причина одна – недосмотр со стороны взрослых. Предлагаю внимательнее посмотреть на последствия нашей с вами халатности. А начнем мы с поселка Большевик Гомельского района. В бывшем торфяном карьере утонула 10-летняя девочка. По предварительной версии она испугалась проходящих мимо коров, спустилась в воду подальше от стада и провалилась в глинистую яму. Ее подруга в нескольких метрах также увязла в вылистом дне, но была спасена подоспевшим на крик мужчиной. Ну, слышал крик, крик, вот здесь вот кричала женщина, шла, угнала коров. И с твоего ребенка я сюда пошел, к этим кустам. И смотрю, вот здесь прямо девчонка тонет. Вытащил девчонку, посадил на берег. До этого здесь были трагические случаи? Было почти каждый год. Тут уже бывает, да. А кто тут? Ну, преимущественно дети, когда взрослые, так. По периметру водоема стоят предупредительные знаки о запрете купания. Рядом следы кострищ и останки хмельных застольев воды. Похоже, это место крайне популярно у местных жителей, в том числе и для купания. По неподтвержденным данным, изначально, именно для этого девочки и пришли на этот водоем. Погибшая Анастасия считалась послушной девочкой с благополучной семьей и примерной ученицей в школе. Проводились реанимационные мероприятия скорой медицинской помощи. В 14.39 была констатирована смерть ребенка. Ну, хотелось бы отметить, что это место ни в коем случае не приспособлено для купания. Нет специально оборудованного пляжа, нет поста, общество спасания на отдых. Поэтому это озеро просто нужно, необходимо просто обходить стороной, ни в коем случае не купаться в нем. По заверениям директора, в школе, где училась погибшая накануне каникул, не единожды детям напоминали о правилах безопасного поведения. С этой же целью в конце учебного года собирали и родители учеников. Теперь же лишь горько недоумевают по поводу случившегося. Больно говорить об этом, но хоронили Анастасию практически все. Для всего поселка это была трагедия. В первую очередь, конечно, это была трагедия для наших школ, для родителей, для бабушек, для семьи, потому что это был единственный ребенок. Было очень больно смотреть на одноклассников. Дети целый день практически проходили с ожиданием, пока ребенка привезли домой. И тут же с букетами цветов бежали, они плакали, рыдали. Ситуация в поселке Большевик очень похожа на трагическое происшествие трехлетней давности в Гомеле. Трое учеников 72-й школы в 19-м микрорайоне после занятий гуляли по тонкому льду в Лотовской протоке Сожа. Двое утонули. Третий мальчик с переохлаждением оказался в реанимации. По счастью, его удалось спасти. Детям было всего по 8-9 лет. Необходимо неустанно объяснять детям правила безопасного поведения, где можно купаться, с кем можно ходить на водоемы и как себя правильно на них вести. Потому что в силу своего малолетнего возраста и отсутствия должного жизненного опыта они не способны оценить всю степень смертельной опасности, несчастного случая, который может случиться. В общей статистике смертности дети несовершеннолетние – это всегда отдельная, особо чувствительная графа. Каждый из фактов здесь – колоссальная трагедия, масштабируемая не только на отдельную семью, но и на общество в целом. Да, зачастую попросту невозможно проконтролировать каждый шаг ребенка, а тем более подростка. И тем неизбывнее гореутраты, когда впоследствии приходит понимание, что вот тут не досмотрел, не подсказал, не научил. Трое подростков – деревенские парни, двое из которых родные братья, погибли во время рыбалки. И вот такого исхода точно никто предположить не мог. Лето, каникулы. Погожим воскресным днем мальчишки запаслись снастями и пошли на реку Ствига, что в пяти километрах от деревни Дзержинска, где проживали все трое. В обещанное время тем же днем родители не дождались своих детей. А на следующее утро забили тревогу и отправились на их розыск. Как вскоре выяснится, живыми они их больше не увидят. Что могло произойти и стать причиной происшествия, сказать довольно сложно, так как свидетелей происшествия, к сожалению, не было. Глубина реки достигает 4 метров на некоторых участках. Возможно, занимаясь ловлей рыбы, кто-то из них оступился, а другие старались оказать помощь. Все ребята, местные жители, двое из них являются родными братьями, третий – друг их совместный. Все из благополучных семей характеризуются положительно. Так как погибли несовершеннолетние, сразу трое, из областного центра на место прибыла группа специалистов Следственного комитета. Прочесали весь берег, подняли все вещдоки, изучили все, что могло иметь отношение к трагедии. Также тщательнейшим образом изучили тела самих ребят. Вердикт – все трое погибли от несчастного случая на воде. Криминала здесь нет. При осмотре места происшествия, а также тел погибших, признаков, указывающих на совершение в отношении ребят каких-либо противоправных действий, не обнаружено. Погибшие находились в рабочей одежде и в обуви. Примерно в 100 метрах вниз по течению реки были найдены бредень и сумка для рыбы, которые зацепились за корягу. При осмотре предполагаемого места ловли рыбы, следов от кострища либо пикника не найдено. Но чаще в омут с головой и навсегда уходят взрослые. Вначале тонут в водке, потом в воде и уже окончательно. Так случилось с мужчиной, жителем областного центра. Во время отдыха в урочище Чонки, помимо солнечных ванн, человек решил насладиться и водной стихией. А на улице Озерной в Сельмашевском микрорайоне утонул безработный 33-летний парень. Тут также можно добавить, что оба происшествия зафиксированы в местах для купания запрещенных. С наступлением жарких дней в году у нас неизбежно вырастает количество утонувших людей. Надо отметить, что большинство случаев утопления связано с нахождением состояния алкогольного опьянения. Также надо понимать, что в состоянии алкогольного опьянения люди тонут не только потому, что теряется бдительность, а нарушаются функции центральной нервной системы. И малейшее попадание воды в дыхательные пути вызывает их спазм и прекращение дыхания. Поэтому категорически запрещено человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, попадать в воду. Из воды в час ночи был извлечен труп 43-летнего мужчины. Житель Будокошелева гостел в областном центре и поздним вечером решил искупаться в озере Черное. Произошло это в полутора километрах от ближайшей спасательной станции Освод, в месте запрещенном для купания. Очевидно, что шансов на Скорое спасение у человека не было. И подавляющее большинство таких происшествий в оперативной сводке МЧС словно бы под копирку написаны. Меняются только адреса и фамилии потерпевших. Причинно-следственная связь также одна на всех. С начала года утонуло в области 18 человек, из них 4 несовершеннолетних. В прошлом году в сравнении с этим же периодом утонуло 19 человек, из них 4 несовершеннолетних в первом полугодии. Основными причинами несчастных случаев на воде с людьми это купание в запрещенных и непредназначенных для этого местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил поведения на воде, а также недосмотр взрослых за детьми. Очевидно, этот мир не самое безопасное место. Все стихии нашей природы таят угрозу для беспечных. Вода чаще напоминает о себе в жару. Огонь же – стихия, не знающая сезонности. С начала года в дыму пожарища растворились жизни 30 жителей Гомельщины. Ни одного ребенка, по счастью, не погибло. И все же остановимся на этой пожароопасной теме поподробнее. Сначала немного статистики. За первые полугодия в области зафиксировано почти 400 пожаров. И это на четверть меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах за 6 месяцев погибли 30 человек. 17 получили ранения разной степени тяжести. Этот показатель снизился более чем на треть. В подавляющем большинстве случаев причиной пожара становились неосторожные обращения с огнем, проблемы с электропроводкой и печным оборудованием. В МЧС особо отмечают, что основная масса фактов приходится на так называемые неблагополучные семьи. У нас порядка около 5000 таких вот семей неблагополучных и многодетных семей взяты научно-осмотренными комиссиями. Все они за первое полугодие обследованы. Ну и статистика такова, что порядка в 360 домовладениях выявлены угрозы жизнедеятельности детям. Это в рамках печного отопления, в рамках наличия электрооборудования неисправного. По всем этим приняты меры реагирования. Соответствующие местные органы власти проинформировали, даже имели факты и злоупотребление родителями алкоголем. Выявлялись такие факты. Соответствующая работа и работниками управления здравоохранения проводятся, берутся на контроль эти родители. Стабильной сохраняется и ситуация в местах детского летнего отдыха. Еще до начала сезона специалистами МЧС были обследованы все места пребывания детей, начиная от детских пришкольных лагерей, заканчивая загородными оздоровительными учреждениями. Проверки прошли во всех объектах так называемого сезонного действия. Персонал учреждений прошел специальную подготовку на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Ни одного происшествия с несовершеннолетними там зафиксировано не было. На сегодняшний период мы обследовали это с учетом проверок и мониторингов больше 600 таких объектов. Особое внимание мы делаем акцент на детских оздоровительных лагерях, потому что, во-первых, это объекты сезонного действия, где необходимо заблаговременно подготовиться. И, во-вторых, обучить персонал этих детских оздоровительных лагерей. На термометрах выше 30 градусов, а значит, к традиционным пожарам в жилищах граждан добавляются возгорания в экосистемах. Их пик пришелся на начало дачного сезона – апрель и май. Крупного огня в лесном массиве, как это было в прошлом году, пока, по счастью, удается избежать. В настоящее время у нас сохраняется высокая пожарная опасность лесов, в Василевичах, в Мозоре, в Гомеле, в Брагине сохраняется 4-й класс пожарной опасности, который характеризуется высокой степенью гримности лесов. Вычисляется авиационное патрулирование дважды в день, вычисляется мониторинге мест, посещение, в том числе места отдыха населения. Практически по всей области действуют запреты сейчас на посещение лесов. В ближайшем к областному центру лесхозе говорят, что еще три года назад в период запрета они привлекали к ответственности около 300 человек. По прошлому году эта цифра сократилась более чем на треть. И тем не менее здесь не снижают бдительности. Ежедневно обследуют лесные угодья и готовы оперативно собственными силами локализовать возгорание. Запрет означает, что запрещено в лесу собирать ягоды и грибы, отдыхать, перемещаться на транспортных средствах. Вся лесная охрана проводит патрулирование и рейдовые мероприятия. Несознательные граждане будут привлечены к административной ответственности. Штраф за нарушение запрета на посещение лесов будет достигать до 25 базовых величин. Запрет на посещение лесов может быть снять в случае прохождения обильных дождей. Всю информацию по данному вопросу вы можете узнать на сайте Гомельского лесхоза. Если вернуться к основной теме выпуска, то первое, что приходит на ум, это шок. В силу профессиональной специфики мы, журналисты, видим кадры, фото и видеосъемки погибших детей. Двух, трехлетние малыши, упавшие с 30-метровой высоты на асфальт. Маленькие обугленные кусочки. Все, что осталось от человека после пожара. Утопленников после многодневного нахождения в воде. В силу профессиональной этики вам, уважаемые телезрители, такого не покажут. А потому не дай вам Бог когда-нибудь все это увидеть. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова